МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПАНО КВИЗ. Что это такое? Для чего он создан? Ну, что это такое, даже можно понять из названия. ПАНО – это панорамы. Наши панорамы на 360 градусов. Квиз – это квест, викторина, смысл квеста, что при решении задания вы переходите в другую локацию, в другое помещение, комнату. В нашем случае это панорамы. То есть, когда ребенок, который проходит эту игру, отвечает на вопрос, он переходит в следующую панораму. А вот панорамы, здесь уже можно остановиться подробнее, это то, что мы сами с детьми снимаем, наши достопримечательности, музеи города, используя специальную технику нашего технопарка-акванториум. И уже с помощью этих панорам на 360 градусов составляются вот эти квесты. Интересное достаточно занятие. Я думаю, что для ребят оно увлекательно. Увлекательный процесс. Как появилась идея провести конкурс, который будет посвящен Дню нашей Великой Победы. Это был межрегиональный, да, конкурс, если я не ошибаюсь, VR 360 «История нашей Победы». Так он назывался. Да, на самом деле идея родилась давно. И идея, вы знаете, в первую очередь такая объединяющая. У нас проходил конкурс, несколько лет проходит, и в этом году тоже будет, носит название «История городов России». У нас проходил конкурс «История моего города». И вот если «История городов России», то «Мой город», там в основном участвовали дети кванторианские. То есть те дети, которые обучаются в кванториумах, это тоже сеть по всей России технопарков. И таким образом задействованы были именно обучающиеся технопарков. Вот «История моего города» этот конкурс проходил уже для школьников города Севастополя. И вот конкурс «История нашей Победы» он объединил и школьников, и кванторианцев с других городов. То есть вот именно такой объединяющий. Ну, а наша Великая Победа – это как раз именно то, что объединяет наш народ. Какие же города, какие регионы приняли участие в конкурсе? Ну, в первую очередь, конечно, это Севастополь, это Ярославль, это город Курск, город Белгород, город Магнитогорск и город Новоуральск. Что было необходимо делать ребятам для того, чтобы принять участие в этом конкурсе? Какие задания они должны были выполнить? Ну, во-первых, это должны были быть панорамы города, музея, именно связанные по теме с нашей Великой Победой, с Великой Отечественной войной. И здесь, что очень важно, мы сделали несколько номинаций, чтобы охватить вот саму тему в полном объёме. Мы привыкли говорить о Великой Отечественной войне, о нашей Победе именно с точки зрения боевых действий. Но мы прекрасно знаем, что Победа — это не только фронт, но это и тыл. И поэтому здесь были специальные номинации, они, в общем-то, были созданы для городов таких, как Магнитогорск, Новоуральск. То есть там, где не проходила линия фронта, но города в полной мере вложились. И вот именно номинация «Техника Победы», «Труженики тыла» — это вот как раз в этой номинации освещали и подвиг тех людей, кто тоже приближал Победу. Сколько всего было участников и оправдал ли конкурс ожидания организаторов? В участии приняло где-то около 70 детей. В финал вышло 24 команды. И, вы знаете, ожидание не то чтобы оправдало, даже превысило наши ожидания. Мы, конечно, знали, что дети откликнутся, школы откликнутся. Но что будут вот такие отклики уже после конкурса, для нас это было, знаете, таким вдохновением для проведения следующего конкурса, для того чтобы сделать его ежегодным. Очень много отзывов было из других городов. И люди писали спасибо вам за то, что вы, с одной стороны, вроде ничего нового подняли тему. Ну, как бы все об этом говорят, особенно в майские дни. Но здесь всё-таки соединение технической составляющей, составление игры и то, что дети сами изучают историю. Опять же, при зрительских симпатий тоже просили друзей пройти игру, поиграть. И собрало большое количество игроков, это несколько тысяч. И такие вот отзывы. Принимал участие школа с проектом, у них был школьный музей, мы с ними принимали совместное участие в проекте школьный музей. И посвященный был героине Ивлите Дауровой, которая находила герой Южной Осетии. И вот оттуда узнали об их игре, прошли, разместили в их пабликах и пригласили на 9 мая их на прямой эфир. Был связь и попросили как раз выйти из музея. Город Магнитогорск. Также многие жители города не знали о героях своего города. Иногда бывает и так, поколения растут, что-то забывается. И тоже по многим пабликам города разошлось. Тоже очень благодарили и взрослые, и дети. Поэтому, ну а такие города, как Ярославль, Курск, Белгород, нам самим было очень интересно буквально прогуляться по площадям, музеям этих городов. А на Уральске делал очень интересный проект. Причем два. Один они сделали про город Севастополь, что нам тоже очень было интересно посмотреть, как они смотрят на наш город. И про Екатеринбургский завод имени Калинина, известный тоже, в общем-то, один из первых оружейных заводов России. Вот поэтому тоже здесь, конечно, очень было интересно. Вы вдохновлены. И я думаю, что в следующем году, как вы уже сказали, такой конкурс обязательно вновь состоится. А в целом, какие планы по развитию проекта, о котором мы сегодня говорим, Панаквиз? Ну вот то, что конкурс ежегодный будет, это вот в подтверждение нас уже такой кубок, эмблема «История нашей Победы». А планы развиваться дальше и расширять нашу аудиторию. То есть если мы начинали раньше и работали только с детьми, которые учатся в Кванториуме, то прошлый год, который сейчас уже завершился, он был достаточно интересным. На базе Айти Куба Севастопа реализовывался проект «Школьный музей», который охватил 10 школ города, где мы с учениками делали вот такие проекты. За месяц обучали детей и дети в итоге создавали вот такой проект. И вот сейчас 1 июня будет чемпионат среди школ как раз-таки вот на базе нашего Панаквиза. Итоговый такой чемпионат проекта «Школьный музей». Но мы его не закрываем этим итоговым чемпионатом. В следующий год, конечно, мы будем продолжать этот проект, потому что школы тоже заинтересовались многие. Не все школы за год, естественно, мы смогли охватить. Поэтому будем и в проекте «Школьный музей» продолжать тоже работу. Есть кванториум наш севастопольский, есть его подразделение, мобильный кванториум. То, что представляете вы, вы являетесь его руководителем. Расскажите, пожалуйста, о том вообще вот для тех, кто не знает, чем одно отличается от другого, что такое мобильный кванториум. И вот подобного рода проекты в мобильном кванториуме собираетесь его развивать дальше? Кванториум – это одно целое, но, тем не менее, есть вот разные структурные подразделения, которые рассредоточены, скажем так, по разным частям города. У нас вот здесь буквально рядом с вашей студией находится другое наше подразделение «Айтикуб Гагарин». На северной стороне находится «Айтикуб Севастополь». На корабельной стороне находится кванториум непосредственно и станция юных техников. А вот наш мобильный кванториум, он находится везде. «Айтики». Это такой удивительный КАМАЗ, я думаю, многие его уже видели. И вот именно с этим КАМАЗом, с нашими педагогами, мы очень мобильны, и мы передвигаемся по разным школам. И в первую очередь, конечно, это школы нашей сельской зоны, потому что Севастополь – это очень большой город, в сельской зоне достаточно много школ, более 10. Естественно, детям сложно добираться в центральную часть города. И вот такой проект реализован, что мы приезжаем к детям. И, конечно, на базе мобильного кванториума мы тоже будем нашу платформу «Панаквиз» представлять детям, будем проходить обучение. И вот даже когда мы работали в проекте «Школьный музей», от самих школ поступили такие предложения. Они наблюдали за тем, как мы занимаемся с детьми. Это же все проходило на территории школы. И вот даже в одной школе учитель информатики, это вот в школе Орлина, она мне предложила, говорит, ну это же можно сделать проект по нашей Байдарской долине, она же такая красивая, у нас здесь столько растений, столько животных, столько всего. То есть это действительно в том, что проект «Панаквиз» он не ограничивается только исторической, исторической какой-то составляющей. То есть можно действительно рассказывать и о растениях. Вот сейчас на направлении кванта-математика мы хотим сделать такую виртуальную выставку и осветить наших великих математиков. То есть такой тоже проект. И все это «Панаквиз». То есть есть куда развиваться, есть о чем рассказывать детям и над чем работать. Наталья, какие еще направления представляет мобильный Кванториум? Ну, направления такие же, в общем-то, как в самом Кванториуме, это, конечно же, виртуальная дополненная реальность, это IT, все, что связано с программированием и, конечно, медиа, потому что это интересно молодежи, и это сейчас тоже необходимо. И такие еще направления, как промдизайн, промышленный дизайн. Многие думают, что это связано только с какой-то техникой, еще что-то, но здесь все гораздо шире, и первые занятия, это, в общем-то, дети рисуют и творят, и только потом переходят к изучению каких-то компьютерных программ. робототехника тоже. Вот такие направления в школы, я думаю, в следующий год у нас будет очень активным. Наталья, спасибо вам огромное за визит в нашу студию. Мы от души желаем вам дальнейшего успешного развития и всегда с интересом пристально следим за теми событиями, которые происходят в Кванториуме. Друзья, напомню, что сегодня гостью нашей студии была руководитель мобильного технопарка Кванториум Наталья Гаврилова. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч в эфире.